НИХИЛЯ СРУТИ максимум ули ратна маладутин РАДЖИТА ПАДА ПАНККАpresa ОЙ МОКТА ГОЛЕЙ РА ПАССАМАНАМ ХАРИНАМ САНГСРАЯМ ГОДРИЯ ГОСТИ ПАТИ СИ СИЛА БАКТИШИ ДХАНТА САРАС ВАyer the notrefavaads Город funding here deficiency conservate Brohapha is the что это практически невозможно получить, контролировать свой ум, если мы не будем воспринимать Харинам. Без Харинама мы не сможем контролировать свой ум. Без Харинама мы не можем контролировать наш сумасшедший ум, который не обуздан. На самом деле, это гьяна-процедура гьяны тех, кто гьяни йоги. Они пытаются контролировать свои органы чувств и ум, но в итоге они не могут стать успешными. Они вынуждены встретиться с какими-то проблемами. Может быть, если мы не принимаем прибежу Харинама, если человек-профопат говорит, что процедура гьяны или йоги, они могут принести нам двойную опасность. И на самом деле, если мы совершим оскорбление, в адрес лотосных стоп Намабаджина Ачари, это самое тяжёлое оскорбление. Гудзи Гурси Паджи, Сище Лапакиси Данта, Саасвадзи Госфами Пропхопат говорит, что это самое тяжёлое оскорбление. Если мы оскорбим того, кто является Намабаджин Ачари, это самое тяжёлое оскорбление, и мы не можем быть спасены. И так или иначе, если мы совершим оскорбление в адрес Харинама, всё же в какой-то день, так или иначе, мы, если будем воспевать Харинам, то мы можем быть прощены. Но если мы совершим оскорбление в адрес лотосных стоп Намабаджина Ачари, то в этом случае нету спасения. Это будет причиной того, что наш Баджин прекратится. И вот Густи Падзи, Сище Лапакопат говорит, что те, кто несут флаг Дармы и показывают, что они следуют этой Дарме, то Сище Лапакопат говорит, не отсюда на показ, кто следует Дарме. И вот Гути Густи Падзи, Сище Лапакопат сказал, что... что те, кто только несут флаг Дармы, имеется в виду на показ, что-то делают их этикет, их очарон, их поведение такое, но это станет причиной большей и большей опасности и причиной деградации. И вот Сище Лапакопат говорит, что те, кто... вот эти Дарма Доджи, те, кто несут флаг Дармы, то есть имеется в виду, те, кто на показ что-то делает, они пока... они следуют какой-то Дарме, которая не является Багва Дарма, и тысячи людей следуют за ними, этими людьми, которые делают все на показ. И такая Дарма... Дарма... И такой вот, имеется в виду, такой этот показушный Дармик, он попадает в ад вместе со всеми своими последователями на бесконечное число времени. И вот в этой шлоке говорится, И вот такой человек, который делает все на показ, его последователи, они тоже в ад попадают. И чтобы скрыть абсолютную истину, это более оскорбительно. Если мы не говорим об абсолютной истине, это еще пойдет, если мы просто молчим, но если мы представляем эту абсолютную истину в очень извращенном виде, или говорим полуправду, то мы будем очень сильно наказаны, поскольку полуправда это неправда, полуистина она более опасна, более оскорбительна, как можно вспомнить в речи Тани, чьи там речи, И вот эти буддисты последователи Будды, они открыто говорят, что они буддисты шуньевади, но майавади, они более опасны, поскольку многие не понимают, что они майавади, они не следуют гуру вишнавам, они не понимают ничего о вечных качествах Кришны, они считают самсару ложной, подобной сно, еще могут принять Браву, но Верховного Господа, Кришну, Раму, Нарайану и их качества, они думают, что это все временно, не вечно, и все это мое. И таким образом, майавада, она большую опасность нам приносит, чем какой-то открытый буддизм. И мы должны сейчас быть, сейчас ситуация Баджана очень запутана, что обычные люди, они беспомощные, они не могут понять, кому следовать, как следовать, и что такое абсолютная истина, а что ложь. И так люди не понимают, что есть, что много раз я говорил, что если мы на 100% искренне, если мы молимся, лотосным стопам Нитинанды, у Нитинанды покажут мне путь, я беспомощен. И это обязанность Нитинанды была вести нас должным образом. И обязанность Нитинанды послать нам настоящего святого, настоящего саду. И Бобби он такого говорит в этом случае также. И если так или иначе вы встретитесь с настоящим саду, то также вы можете понять это и можете и не понять, если вы не поймете его неправильно, то это будет двойная опасность. Сила Бахтинан такого говорит, что если вы примите какого-то обманщика за святого или настоящего святого, как Горки Шаудас, Баближи Махараджи за обманщика, это очень опасно, как первое, так и второе. И вот если вы достаточно удачливы, и по вашей удаче вы поймете, что саду, он есть настоящий саду, но какой-то логикой вы не поймете, кто такой настоящий саду, я объясню, как обусловленная душа может достичь освобождения и обрести служение. Как понять, кто такой саду? Много раз я говорил, саду он сама сияющий. По милости саду мы можем понять саду. Только по милости саду мы можем понять, кто такой саду или какой-то другой святой. Он может помочь нам. Это саду татва, гуру татва, она самосияющая, харинама татва. И из-за своих собственных усилий мы не можем понять. И вот та шлока, с которой началась, она из намаш-таки написана, «Упхупы Госвами Падам». Если вы знаете какой-то простой санскрит, то поймете, о чем это шлока Никило Шротти, все веды, веданты, шрути, значит, веды, веданты, все, что связано с ведами. Никило Шрути маули, маули, что такое маули? Маули, значит, короны. Харинам Прабу, у него на голове прекрасная корона. Действительно так. Бхагавандас Бабасимахарадж в колонне. Кто-то пришел, сказал, что хочет какое-то украшение сделать и какой-то потом какой-то пришел и все украл этот собак. Он сказал городовой, что все украшения украли. И Бабасимахарадж улыбнулся, может, Харинам Прабу не хочет их одевать, поэтому их украли. И вот через какое-то время Бог попал в большие проблемы. Много как случается, не все верят, но если я буду говорить об этом, это вроде бы не по теме, но может, это даст нам вдохновение веру. Как Шилабахин так говорит, что он молится Господу о том, чтобы его вера увеличилась каждую секунду день за днем. бесконечная вера, я хочу увеличить веру в лотосные стопы Гугович до бесконечной степени. И вот в обе гаоне там Баларамон совершил раса лилу. Какие-то люди писали, что Баларам не может никакой расы совершать, но те люди, которые говорят, Гориану Маклабу. Гориану Маклабу кипая скурто. Скурти практу. Они писали это венгер. Волюмы книги они писали. Все большие вопросы они читают свои книги. Если у нас не будет настоящей милости, мы не сможем определить. где какое-то привидение. На Бенгале ныне цеду дел ложь какая-то спрятана. Вот на Бенгале есть шутка набегали. Есть такое что если хотите привидение изгнать из кого-то используются эти семена горчицы в этой процедуре. Но ваще с помощью хоринама изгоняют привидение колдуны используют семена горчицы не с помощью мантр как-то заклинают эти семена горчицы и их потом выгоняют этих привидений бутов. шутка такая что привидение может быть в семенах горчицы и как вы его оттуда выгоните. И вот Бхагавандас 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 Махарыч совершает баджин и какой-то день как эти вор опять пришли принесли украшение и уши скрытно. Сначала они украли из-за жадности их. И поэтому они чувствовали какие-то проблемы у них начали случаться одно за одно. И здесь тоже в Хамсабахане один Махадев там. Он плавал в реке Алакананди. Долгое время этот Хамсабахан был в воде. Один раз в неделю он объявлял свое присутствие раз в год. И вот он давал такое и вот на это шеврат и он являлся присутствием. Вот какие-то пузы исходили с дна где он находился. Все остальное время он как-то скрывался. Потом какие-то братья мусульмане украли его с этого озера и потом какие-то проблемы у них начались непрерывные. Один родственник умрел, второй, третий и сами воры чуть не померли. И после этого они решили поместить откуда они забрали. И там после какой-то храм построили храм Сабаха. Где этот храм Сабаха начал находиться. И вот распасхали этого Баладева Веча Дауджи и там какой-то вора опять что-то украл украшения Дауджи Макараджи потом какие-то проблемы у него начались. Он почти ослеп потом он опять все упаковал и с большим письмом принес на веранду этого Дауджи командира и ушел незаветно. Когда мы наносили это письмо прочитали там описывали все как они совершили это оскорбление и сожалели о нем и просили прощения и описывали что случилось с ними и вот они так прощения о Дауджи Макараджи хотя со стороны посмотреть какой-то каменное божество какое-то хотя он сам Дауджи Макараджи когда Чураси Крош Парикараджи проходит он там ночует обычно в этом месте что говорить о Верховном Господе и даже Дэви в Дакшинешвари есть в Каракале тоже какие-то разбойники ограбили ее потом встретились с какими-то проблемами и практически чуть-чуть не умерли и вот это не по теме но помогает чтобы мы развили нашу веру володость наступление Тинанды Баларама Баладевы Игуру Иснуров и на самом деле Харинам Бабу он неотличен от Рады Гавинты правильно и вот он неотличен от Божественной Человек и так или иначе если вы достаточно удачливы если мы можем повторять настоящий Харинам мы можем оставить все наши книги и просто повторять Харинам если мы получим настоящий вкус Харинама в какой-то день то вы оставите все и будете только воспевать этот Харинам и через этот Харинам вы обретете все и без Харинама обусловленная душа не может обрести освобождение мы должны принять прибежу Харинама праву иначе харинам Вот в этой шлоке говорится, что Великие Личности воспевают святые имена, как и Нарада, Шанкар, Бхагаван и все остальные, и вот Нарада. И вот все они, воспевая святые имена, они чувствуют огромное блаженство. И вот что значит эти слова, Харинам Прабу, он подобен короне. И когда мы совершаем арати с Божеством, то можно видеть, что это. Что это, что свет отражается от украшений Божественной. И вот в виду Веданте Панишада, они носят такие короны, которые, когда они склоняются перед Харинамой, И вот из этих корон, из украшений, из драгоценных камней на этих коронах какой-то свет исходит. И Рупа Господь говорит, вот это Никило Шарути Ратнамала, и вот когда они совершают арати Харинаме, У Харинамы тоже есть какая-то корона, но смотрите, когда они, эти Веданте Панишады, они, когда они совершают арати с помощью света, который сходит из драгоценных камней на их коронах. И что это значит? Махапабу говорит, Санатане, это наивысшее заключение вед, чтобы показать нам Кришну, то есть все веды не указывают на Кришну. Кришна говорит, что все веды, они указывают в итоге на Меня. Если вы изучите все веды, веданту и прочее, и не найдете там Кришну, то вы просто глупец. Вам нет нужды читать веды, веданту и прочее, поскольку суть всех вед и веданды это показать нам лотосные стопы Кришны, я могу даже сказать Радагавинды. И вот все веды, веданта, все шастры, если они не ведут нас должным образом, чтобы показать нам Кришну, лотосные стопы Ши Кришны, Харинама, Пабу, то тогда ваше изучение вед бесполезно, лучше не тратя время на это. Если вы пытаетесь служить Гуру Ваишнавов, это служение Гуру Ваишнавам гораздо лучше, по крайней мере, вы не будете обмануты. Если вы не можете даже читать эти веды, то все же можете обрести Кришну. Если посмотреть на статистику, сколько людей обрело Кришну, те образованные и какие из них образованные и не образованные, то можно верить, что люди, которые не сильно образованы, они в процентном отношении, их больше, которые достигли Кришны. Поскольку так иногда случается, что люди изучают грамматику и санскритскую веды, веданту, гордятся и эта гордость становится причиной их падения. Гуру Ваишнавам – лучший пандит во всей Вселенной. Гуру Ваишнавам – лучший пандит во всей Вселенной. И вот такие Госвами, они изучали все веды, веданту и прочее. И они извлекли суть всех писаний для нас. А если просто кто-то сам изучает веды, веданту и прочее писание, то это может просто стать причиной гордости, причиной его падения. Вот говорится, что если будем пытаться научить шастри шудру, то это опасно. Но если этот шудра так или иначе по милости Гуру Ваишнавав, он будет развиваться, он уже перестанет быть шудрой или млечко. Это оскорбительно будет в его адресу, он уже совершает баджан, и в этом случае же проблем нет. Но если он еще шудра, и поэтому Шилы Прокхупат говорит, когда Садгура дает посвящение кому-то, он не сохраняет его шудраизма. Когда Садгуру дает посвящение какому-то шудре, то будьте уверены, что Гурдев этот шудраизм убирает из него. А если Гурдев будет хранить, ну, оставлять этот шудраизм в нем, то что это за дикто такая? А сейчас так, к сожалению, происходит. Все читают Бага в этом, чтобы заработать денег каких-то, цитируют какие-то шаста. А вот наши Баба Чамакхаза, Харикатху, и такое бывает, что запоминают, цитируют и собирают пожертвования под этим лозунгом. И вот некоторые люди просто с помощью Бага там просто собирают деньги, и все на этом, а люди настолько глупы, что обманываются. И такое состояние. Никину Шуу Тимулират Намала еще Махараджи предыдущий не объяснил. Мы должны быть очень осторожны и внимательны, это невозможно для Садгура дать посвящение Шудре, Которая хочет свой шудраизм сохранить. Большой спор идет на эту тему, кто-то хочет показать из Махабарата Рамайана, из Бага там такие свидетельства, что вот кто-то пример приводит из Дроначарии, почему он одному из лучших учеников хотел, чтобы этот ученик отрезал свой палец. Если такие люди понимали бы глубинное значение Шастра, то такого вопроса бы не возникло у них. Вот спрашивают, почему Дроначария своему лучшему ученику сказал в качестве пожертвования отрезать свой палец, чтобы он не смог стрелять, и каково же внутреннее значение всего этого, во сколько в то время была очень сильная система, что те, кто из Шудры, Шудры, значит, в Садте-югу не было каст никаких, не было разделения, и постепенно после поздней Трата-юги это было необходимостью разделить общество на Читареварна и Ашрама, это была научная процедура, без которой общество развалилось бы кто-то может сказать, что люди запады экономически развиты, но так часто случается, что развиты, но не со всех сторон. Кто-то научно развит, но все это из Индии изошло, все духовно, материально, и все остальное, все из Индии произошло, что изначально все из Индии а кто-то использует это как-то он должен оба сами получать свои результаты. Бахтинон так говорит, иностранцы очень умны, по крайней мере они могут признать правильного человека. например, кто-то может кто-то очень правый, сильный такой как его герой ну имеется боец как какой-то борец и такой человек может получить какое-то уважение от правительства ну то есть на западе так часто бывает, что по качествам определяют человека его с по склонностям его занятия и прочее. Кто-то к науке стремится ему дает возможность наукой заниматься кто-то в футбол играет футболистом становится а в Индии сейчас не так это сейчас везде такое осквернение везде в любой сфере в спорте в политике в науке везде ну так получается что добиваются признания не лучше тот а те, кто больше всего заплатит ну как и чтобы попасть в какую-то индийскую лигу какого-то крикета например надо там заплатить двести двести тысячи взятки иначе с вами разговаривать не будут вне зависимости от ваших способностей ну и во всех остальных сферах жизни тоже такая монетизация идет и и и и и еще и все Махаш говорит о том, что нужно по качествам смотреть на человека, а не по происхождению. По каким-то этим кастам и прочим, ну, вы не такое часто бывает, что какие-то начальники даже писать, читать не умеют, есть у них специальные люди, которые за них пишут, пишут и читают. То есть, вроде, человек руководящий должность занимает, а сам писать не умеет, но поскольку свой должность получил не из-за того, что он достоин быть руководителем, потому что по какому-то знакомству его туда устроили. И таким образом это невозможно. И вот Гуркишур Бабаджи Махаш смеялся, что те, кто не могут потерпеть, даже потерял какой-то копейки. Такие люди хотят начать Рогану Габаджин. Как смешно. Если они могут потерпеть даже потери какой-то копейки, и они хотят начать Рогану Габаджин, хотят одурачить меня. И вот так Гуркишур Бабаджи Махаш говорит, в Даме запрещено заниматься каким-то бизнесом, в Даме материалисты могут, конечно, заниматься, но Вашдавы не должны этим заниматься. Но так, к сожалению, бывает, что какие-то ученики Гуркишур Бабаджи только учатся заниматься каким-то бизнесом, а не Бабаджи Махаш. И вот когда все олицетворенные писания, они приходят, чтобы совершить арати Харинами Прабу, то когда они кланятся и совершают арати, то свет, исходящий из длинностейных камней, на их коронах, он освещает Харинам Прабу, который, этот Харинам Прабу, он превыше всего, и не приняв превыше всего Харинама Прабу, мы не сможем стать успешными. И вот суть в том. И вот следующие слова Муктакулы, 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 Те освобожденные души, они могут поклоняться. Только они могут поклоняться Харинами. Не каждый может поклоняться Харинами. Кто-то может сидеть Харинам, повторять, но Бхакти Бхапа в Пуригу самое хорошее, он обычно... Он так шутил над людьми, которые повторяют Харинам, но постоянно думают о каких-то материальных занятиях. И чтобы начать Рубану Габаджа, нужно оставить все. Поскольку если мы оставим для себя какие-то деньги, какое-то богатство, то мы будем уповать. Надеяться не на то, что Кришна поможет, а на то, что какие-то деньги, какое-то богатство поможет. Вот здесь говорится Харинама Самшрайами, не Ашрайами, а Самшрайами, это очень важно. То, что мы должны полностью, без остатка, на 100% предаться Харинаме. Мы должны быть... У нас должно быть такое чувство, как у Харинама Самшрай. Когда он называл их святым именам, то чувствовал, что горы не таят. Те имена, они... Его последняя надежда. Таким чувством он назвал Верховного Господа Иисуса. У нас будет такое чувство, что мы беспомощны, что мы буквально тонем в каком-нибудь Тихом океане. И Харинам наша единственная надежда. И когда у нас будет такое прямое чувство в нашем сердце. И иногда случается так, что какой-то корабль тонет. И люди, тонущие люди, они вызывают Господу о помощи. И тогда иногда... А это Махарад, здесь случай какой-то рассказывает. А вот был какой-то этот фашист, ну не фашист, а правая рука Гитлера фамилия, не помню. Вот он летел на самолете, его сбили, он был неверующий. Но когда его сбили, когда он падал на землю, он измолился, что если Господь есть, то спаси меня сегодня. И вообще Бахчар Лаптифтагасэм Ахарашин этот пример часто приводил. И тогда этот самолет, попадающий самолет, он упал не... Вообще пилот погиб, а этот помощник Гитлера, он выжил. Он без сознания был, но так или иначе через несколько недель он вернулся в свое сознание. Первый вопрос был, где я? Когда он вернулся к себе, то последний вопрос был, где я? Ему сказали, что в безопасности, а в какой безопасности? Когда я падал, попал в эту авиакатастрофу, то... То есть упал он не на вражескую территорию, а на свою. Хотя там была совсем граница, была совсем рядом, но по милости Господу ветер подул его, сдуло на свою территорию. Для тех, кто не верит Верховному Господу, так бесчисленные примеры мы можем найти. И вот мукта кулайру пасиманам. Харинама сау сраями мы должны принять полное, безоговорочное прибежище, без остатка у Харинама. Почему? Если мы примем прибежище у Харинама, любая обуставленная душа по милости, если она сможет принять прибежище у Харинама, то она достигнет успеха, а если нет, то все наши знания састры, наше богатство и прочее, они все бесполезны. А если мы сможем принять прибежище у Харинама, то это поможет нам. И вот смотрите, в начале всего те, кто из мукта кула, то есть вечно освобожденные души, мукта значит освобожденные, если я объясню это слово с различных точек зрения, поскольку мукта в общем, это также можно, простое значение этого слова. Мукта это тот, кто избавился от влияния материальной самсары. Избавился от влияния трехгун материальной природы. Это одно из значений слова мукта, но это значение неполное. Почему? Поскольку они не поклоняются Харинама Прабу. Какие-то йоги, гьяня, они тоже иногда, можно видеть, что они вышли из-под влияния Майи и трехгун материальной природы. Но Бхаммак говорит, что иногда такие люди, которые не придают значение служению твоим ладочным стопам, они опять падают с помощью гьяна и дьяна йоги, если мы достигнем освобождения. Но это освобождение не стабильное. Только тогда, если мы примем приблизище в Бхакти, это будет постоянным. И вот Сила Пахупа спрашивает, например, мы стали мукмуктой, мы вышли из-под влияния Майи, и что потом делать после того, как вы достигли освобождения? Какова ваша цель? Если вы хотите стать Мауна, или вы хотите стать Бхархупа, если вы хотите стать Бхархупа, то есть много целей. Может, кто-то хочет целиться с безличным Бхархупа, кто-то еще, кто-то еще что-то хочет. И вот Сила Пахопад говорит, после того, как вы достигли этого, получили этот титул Мауна, не имею в виду, что достигли освобождения, потом, может быть, можете стать Майвадием, Майвади тоже Мухти достигают иногда, но после Мухти, если мы примем приближение у Харинамапы, будем совершать служение Ему, то мы можем получить титул Мухта Кула, и тогда станем по-настоящему Мухтой освобожденной душой. Мухти, значит, мы заинтересованы в других целях. Мухти-рита амно-тарубам, different kind of, you know, you can get shasriki, так Мухти-рита амно-тарубам, shorupvenava vashiti jive shorupvay kishnanita das, if you can discover, then you can start bhakti. И вот если мы обнаружим, что мы слуга Кришны, то наше служение, оно начнется, и если мы обнаружим, осознаем себя слугой Кришны, то тогда вы сами служите и станем преданным, соответственно. И вот смотрите, Мухта Кула не значит, каждый может пополняться харинами. Они все мухты, а что он хочет сказать, те, кто парамахамсе, те, кто приняли прибежище у харинама, только они могут сделать так, чтобы харинам был доволен их арти, их киртанами, их харикатхой. И поэтому, в сочетании Мухапрабу, он сказал такие слова, «Парамви джейте с шикришна с ангиртаном, почему его чревик шикшаш таков?» Там все учения Шимана Мухапрабу, если в такой взятой форме, и объяснение Шикшаш таки, и каждые шлаги Шикшаш таки, это все описание всех в госвами. И это можно увидеть в многих домах книг. Объяснение этой Шикшаш таки внутри харинама есть все. «Парамви джейте с шикришна с ангиртаном». «Парамви джейте с шикришна с ангиртаном» Это слоган Гаудия Матха, мы из Гаудия Матха, это девиз Гаудия Матха, если мы по-настоящему из Гаудия Матха. «Парамви джейте с шикришна с ангиртаном» Наш девиз не должен быть, что деньги сладче меда. Мы должны знать, что «Парамви джейте с шикришна с ангиртаном» Это должен быть наш девиз. Это слоган. А когда Махапрабху дал урок Сарабхама Батачаре, сначала Сарабхама Батачаре хотел дать урок Махапрабху, но потом, когда он начал объяснять боготам, он не смог произнести слово «мукти». Махапрабху спросил, почему ты эту шлуху из боготам? «Почему ты вместо «мукти» произношаешь «бхакти»?» «Нету слова. А почему ты говоришь?» И он сказал, «Господь, я не могу произносить это слово «мукти». Я раньше был подобран Шакалу и стремился к этому освобождению и обсуждал его о Сарабхама Батачаре. Он говорил так, что он был подобным Шакалу. Всегда обстремился к этому мукти. Я обсуждал его. Сейчас я не могу произносить это слово. И Махапрабху сказал, что ты великий пандит. Можно рассматривать это мукти вот таким образом. То есть можно воспринимать мукти в другом ключе, что мукти. И вот мукти значит… И вот мукти значит… Те, кто получили вкус Харинаму, они мукты. И какой-то день, если мы сможем воспевать Харинаму… Они знают много преданных не только Мой Гор Махараджи, Крифиндас Бабаджи Махараджи, Горо Патпадба, Кешар Госа Махараджи, Дардо Госа Махараджи – все они. Они говорят, зачем мы пытаемся обнаружить какой-то новый путь? Если… Вот Бхага там говорит, за что нужно следовать пути Махаджи, зачем что-то свое придумывать? И вот все наши гувага, они, когда оставляли свое тело, они принимали прибежище в Харинаме. Если мы не сможем принять прибежище в Харинаме, то тогда Вишна Махараджи… И вот как обусловленная душа может обрести освобождение? Только по милости Гуру Вишнаов. И вот в этой шлаке говорится, что скитаясь по бесчисленным вселенным, по милости Сад Гуру Вишнаов, по милости Сад Гуру Вишнаов, которые уже имеют эту силу. Сад Гуру Вишна, Сад Гуру Вишну – соблю тот, кто уже воспевает Харинам, обрел силу Харинамы, иначе что он может дать? Если та мантра… Вы не достигли успеха в этой мантре, в своей жизни, то смысл ее давать долгим. Я не хочу никаких проблем приносить, а просто говорю, что это мантра, которую вы получили из Гоопад. Если вы не достигли успеха в воспевании этой мантры, то вы не мантра ситха, и если вы кому-то даете эту мантру, то эта мертвая мантра получается. Как я раньше говорил много раз, что есть три вещи запрещены. Мы не должны давать дикшу недостойным людям, не садить семена в какие-то бесплодные почвы и не выдавать дочери замуж за какого-то человека, какого-то и не мужчина, но такие женщины полумужчина, то есть сейчас так запрещено. Выдавать дочери замуж за таких не мужчин, поскольку детей нельзя ожидать от таких браков, ничего толкового не получится. И вот поэтому Гуки Шардан Павлаж Багаш однажды пришел на эту сторону реки и сказал, И вот он сказал, что вот этот человек, который, что он изучает, это Багалтон только с той целью, чтобы заработать денег на него. И Гуки Шардан Павлаж Бабача Макарч, он сказал, что не нужно изучить этого человека. Он даже когда говорит какие-то лекции перед собой, всегда ставит тарелку для пожертвований. Гури Шардан Павлов Бабаш. И не бы пытался, что потом продать бисназию и говорит, что говорит, чтоrangка Макарч, что он занимает бизнес. Он думает, что уже начинается, но они не зданные Дорога не там. И никто здесь может принимать и говорить. Гури Шардан Павлов Бабача Макарч, они довольны distort. Они предлагают своим дочери, как ли он Бистром Бабача Макарч? Это применение в его личном бизнесе? Они не импекают, но они не запрещали. Они спираются, как, полагать, работают мир. Продолжение следует... 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 Агрупат Падма говорит, он в малом возрасте, когда был Титин, Тин Кури его звали. Титина звали, и вот он удивлен был, видеть, один человек был укушен с меей, очень ядовитый пинет, позвали этого. И вот этот специалист по змеям, он взял три ракушки, разнес мантры, полетели ракушки. Схватили змею, одна за щеки, другая за голову, и притащили эту змею, где-то человек лежал. И эта змея, она ее укусила, она опять ее укусила, и свой же яд она высосала назад. И Гома Хроз был очень удивлен, что если такие материнные мантры имеют такую огромную силу, а что говорить о трансцендентных мантрах, о Кришна мантрах? Кришна мантрах имеют безограничную силу, мы не можем представить их могущество, но все же мы не обретаем силу. Почему? Мы, поскольку не зрелы, нет, мы не достигли зрелости на этом пути Бхаджана. И вот Харинам данные силы Бхакти Памудам Пури Гусрам Акраджам, и Харинам данные силы Пахопаде, или Бхакти Натакурам, можно ли думать, что это мантра, она мертва? И вот кто достигает, и Бхакти Натакур, благодаря своему прямому чувству, он описывал, что Харинам везде, и нет. Нет ничего ценного, кроме Харинама во всех этих четырнадцати мирах. Бхакти Натакуру говорит, что я везде вижу Харинам. Очень качественное бизнес, очень качественное, Россия, а? Очень качественное Америку. О, Харинам. Ничего. Ничего. О, кроме Харинама, и вот какие-то ученые из НАСА, они обнаружили, что в своих исследованиях, что все творение из звука произошло. Брахма сотворил весь этот мир с помощью намы, с помощью звука. С помощью Харинама Шанкра Бхагавана уничтожает все. И с помощью Харинама, что невозможно, но мы не должны неправильно использовать этот Харинама. Это моя просьба, иначе вы будете деградировать и сможете достичь успеха. Если вы будете мешать Харинаму с вашими делами и большими материальными деятельностями, то вы не сможете достичь успеха. Уделяйте должное внимание Харинама. И вот всеми бхакти, можно обрести по милости гурувачного. Если эти гурувачного достаточно могущественные, то они могут дать вам мантру. Но если вы при условии, что вы... Если у вас будет достаточной веры, И вот у нас должна быть строго непоклибовая вера, что если мы будем совершать Харинаму, то все наши проблемы, они кончатся. Они будут все решены, как Санатана. Он спросил, кто я и почему я страдаю от этих устных страданий. И вот так же перед Дандукари, этот призрак, он сказал такие слова, Что я в Дандукари сейчас получил тело привидений, пожалуйста, спаси меня. И такое желание должно быть у тех, кто пришел на путь Баджана. То есть, Харинам, это не просто какая-то тренировка зарядка, а наши единственные привидящие гурувачного. Они могут помочь нам, дать нам силу, но мы должны... Нас должна быть искренность, настоящая искренность. У нас не должно быть никакой скорости к обману, к лжи. И тогда Гуадеф даст на их Харине. В одном из киртонов такие слова говорятся. Если мы будем думать о качестве... А то есть, вы имеете в виду, что у Гуадефа у меня нет никаких качеств, но вы должны спасти меня. И он так говорит, что если вы искренне... То все другие качества, они не нужны. Качества для Харипаджина, они явятся от вас. Вам не нужно идти на рынок и пытаться получить какие-то качества, достоинства, они автоматически явятся. Какая способность к совершению Харипаджина, она придет. Но не должно быть никакой склонности к обману, к лжи. И я... Вот, Махаш, хочется, чтобы вам слушатели были искренни, и те, кто почувствует необходимость, они сами придут. И вот... По милости Садгуру и Ващнава, Если Садгуру, он увидит, что мы находимся в такой океане, в океане страданий и хотим освободиться от этого, то Садгуру поможет освободиться нам. Он, как Си-Кришна, Читания Махапабу, он говорит перед Ишимом Харипаде. Что я предаюсь Тебе, телом, умом и речи. Из этого материного океана Огудев, пожалуйста, спаси меня. Си-Кришна Махапабу, он сам Си-Кришна, он говорит так. Что говорите о нас с вами? Можно изучать Си-Кришна Махапабу. Если вы хотите... Если вы будете сомневаться в этом, то вы не сможете стать успешными. И вот Садгуру он сначала поймет, возможно ли дать вам мантру. Иширой Пракхупат говорит так научно. Никакой другой Саду, какой другой Сампрадай не говорит настолько прекрасно и научно. Они могут красиво говорить, но не до такой степени. Но Бактисиданта Сарасвати Беслами Дакура Пракхупата говорит таким образом, что можно сразу обнаружить наши недостатки. И поэтому многие не любят силы Пракхупата. Бактисиданта Сарасвати не хотят его слушать. Как привидения никогда не хотят слушать имена Рамы. Они очень гневаются всегда. Очень злые становятся слышать эти святые имена. И вот Сирой Пракхупат говорил так, что Садгуру никогда не дает мантры кому-то, кто хочет сохранить свой шудроизм. То есть, кто хочет и мантры получить из шудро, навсегда остаться. Это сахаджи и такие люди зовутся, которые дают мантры тем, кто хотят слушать шудроизм сахаджи. И бетель и панжи вать периодически. Всего лишь этого хотели ему разрешить, а Сирой Пракхупат сказал, что мне не нужен ни один ученик. Я не гуру. Это живет Сирой Пракхупат. Если вы хотите исследовать Сирой Пракхупат, это должны исследовать полностью. Вы не можете использовать имя Сирой Пракхупат для того, чтобы заниматься каким-то бизнесом. И если будете это делать, то Майя, она накажет вас. Никогда не пытайтесь использовать репутацию. Гуру Баги, если вы хотите умереть, то, пожалуйста, умирайте сами, а других не трогайте. И вот обусловленные Доса, и для нее нет никакого пути, кроме Садгуру. Садгуру не может сказать то, что мне одобрено Шроута Панта. И призыки Садгуру таковы. Он говорит то, что предыдущие Ачарьи, он не придумает каких-то своих собственных путей. И тогда обусловленные Душа следует. И когда мы его посадили, мы, как садовник, должны заботиться об этом семени. Чтобы оно, пару слов, мы должны поливать его водой. Слушание и повторение харикатхи. Мы должны совершать хосанки, воспевать цветы имена, и общаться с садом, и также оградить наши семьи. Этот забор, он подобен Витхи Нишанам, правилам и предписаниям. То, что мы должны делать, и то, что не должны делать. Это помогает вырастить это семя бакси. Группа Атпадба, он повторял эту штуку. Гурдов, Гурдов, часто эту штуку цитировал. Гурдов, это очень прекрасная штука. О том, что все наставления, они главные правила, которые даются садгуру, каково же? Это то, что мы никогда не должны всегда помнить Кришну. И второе, то, что мы должны никогда не забывать. Вот это Витхи Нишан, то, что должны делать, и не должны. Всегда должны помнить Кришну и никогда не забывать все, что бы вы ни делали. Всегда вы должны помнить Кришну. Так можно говорить Харикатху, не имея связи с Кришной Сагалока Вакунта Дамы. И вот здесь говорится, что Витхи, правило, вы должны всегда помнить Кришну и никогда не забывать ни на часть секунды. А если мы забудем, то в это время майя может попасть в наше сердце и убить нас. И вот... И забывать Кришну для нас плохо. И это два правила. Они главные. Кто-то считает, надо три раза в день ему омываться надо, как Махапрабху. И тоже следует этому правилу. Но Махапрабху говорит все, что мы должны делать, это помнить Кришну всегда. И никогда не забывать тот момент, когда мы забудем. Это наш такой плохой день будет. Ямарад может прийти и забрать нас, и мы не должны всегда помнить Кришну и не забывать его все правила и предписания, которые описываются в Харибахте Виласе или Бахтерасамрита Синдху во всех сад-шастрах. И это доминирующие факторы. Все шастры. Все сад-шастры. Они, эти два фактора, они делают акцент на этом, что мы должны всегда помнить Кришну и никогда не забывать это главные правила, о которых мы должны знать и думать о них. Как Шуро Тороя Риво Кинг Караха, Сурданел, Суро Торо Мин и Хабельные деревья. Мы должны помнить кришну. Шуро Тороя Риво Кинг Караха. Понимаете? Это не так быстро, но Баддаджим должен помнить это. И вот Баддаджим должен помнить это. И вот как это возможно, что Бахтеран Тагу и Гурварга говорят так, а кто-то по-другому. И Макарач приведет пример с лучами. Солнце одинаковое. Фотоны исходят в частички света. Но если мы находим... Смотрите, если мы сравниваем Кришну с Солнцем, Кришна подобен такому Солнцу Созданию. Все лучи, исходящие из Кришны. Можно сказать, что это Чит Амса. Чит Амса. Что они одинаковые. То есть, лучи, исходящие от Солнца, они одинаковые. Но Ича, значит, желание, гьяна, знание, карма, действие. Но если они одинаковые, то почему все дживы разные? Или вопрос еще такой, что сначала семя или дерево произошло. Семя дерева или дерево из этого семени. И все подумают, то дерево из семени родилось. А дерево, а что первое из этого, то сложный вопрос. Все дживы отличаются друг от друга по своим действиям, настроению и карме. И вот на сегодня конец.